Друзья, всех приветствую на своем канале. И, наверное, для вас уже не секрет, что вся моя семья находится в Америке. Последние прибывшие были год назад, в том числе и мой отец. Поэтому сегодня я собираюсь познакомить вас с ним. Сегодня будет интервью с отцом. Он расскажет все, как было про себя, про Америку, про свои ощущения, свои мысли и так далее. Ему 55. Год назад приехал, уже сдал на CDL и уже со мной остажировался в течение месяца. Поэтому я думаю, вам будет интересно. Присаживайтесь поудобнее. Я иду к нему и мы начинаем. Погнали! Это мой отец. Расскажи, пожалуйста, о себе коротко, как зовут, сколько лет и кто ты по специальности. Меня зовут Самвел. Из России я приехал сюда. По специальности бизнесмен российский. А вообще по образованию? По образованию я инженер-строитель. Инженер-строитель. Хоть один день в жизни работал по специальности? Нет. Хорошо. Чем ты занимался в Саратове последние 10-15 лет? Основной твой вид? Магазин автозапчастей был у меня. Продавал автозапчасти на Ладу, на Жигули. В общем, нашел нишу, где нужны постоянно автозапчасти и продавал на Жигули запчасти. Понятно. А давай коротко о жизни в Саратове. Нравилась ли тебе там жизнь? Чувствовал ли ты, что тебе там чего-то не хватает? Ну, я родился в Самарканде. Мне и в Самарканде нравилось. Потом в Россию переехали. В Саратове тоже нравилось. Сейчас там ситуация ухудшилась экономическая, поэтому стало хуже. Ухудшилась экономическая или политическая? Или социальная? А политическая ситуация ухудшила экономическую ситуацию, поэтому решили уехать. Так, ладно, подожди. Про эмиграцию я не спрашиваю, потому что этот ролик не эмиграционного характера. Многие меня просят рассказать про эмиграцию, но миллион каналов в интернете, которые могут рассказать про эмиграцию. У нас канал больше про дальнобой и просто интервью с моей семьей. Вот сейчас это интервью с отцом. Что тебя сейчас связывает с Россией? Есть ли семья, друзья? Осталось ли имущество? Квартира у меня там осталась в России. Мама там, сестра там, племянница там. Много чего связывает. Ну и с Америкой много чего связывает. У меня два сына здесь, так что это важнее дети. У нас здесь уже 8 человек, помимо двух сыновей, здесь всего нас уже 8 человек. А что касаемо твоего бизнеса и квартиры, в которой мы жили? Бизнес продал, квартира стоит, она там недорого стоит, поэтому... Квартира, ты говоришь, по вторую, в которой мы жили. Ты же ее тоже продал. Да. Ну одну продали, две квартиры было. Да. Теперь расскажи, как проходил процесс продажи всего нажитого? Это было ли сложно и легко ли было решиться на этот шаг? Потому что всю жизнь работал это все плоды твоих трудов. Да, не очень жалко было все продавать. Почему? Не знаю. Продаешь старые, а потом будешь покупать новые, всегда приятно. Ну когда ты это все продал, получил за это деньги, какие ощущения возникли? Ну, не очень много денег. Стоил, да, вот когда ты вот эти деньги держал в руках, стоил или это того, как бы, морально это было? Не знаю, нормально отнесся к этому. Нормально? Без сложности? Не, спокойно. Сколько дали, столько дали. Как рынок оценил, так и получилось. Я понял. А сколько вот денег ты с собой привез и сколько денег, в принципе, ты потратил на первые там, ну вот на первых этапах? Сколько нужно денег с собой вести семье из двух человек без детей, например, чтобы здесь нормально выжить первое время? Ну уже на ютубе все говорят, чем больше, тем лучше. Но все равно они все кончатся. У тебя как это произошло? Ну мы четверо приехали, у нас 1060 было. Только жилье сняли, сразу 20 тысяч отдали за полгода вперед. Так, давай проясним для зрителей. Четвером мы приехали, ты и мама, и мой брат младший с женой, правильно? Да. Детей не было. Ясенного возраста, школьного возраста детей не было, поэтому... Все сразу начали работать, поэтому мы и не считаем за детей. Вот. Сколько ты считаешь нужно привезти как минимум? Люди интересуются, сколько надо денег, чтобы не оплошать. Ну, дело в том, что основная трата идет на съем жилья. А так как вновь прибывшим никто не хочет задавать жилье, приходится на полгода вперед оплачивать, на год вперед. И даже если вы снимете самое дешевое жилье за полторы тысячи, на год вперед это уже 18 тысяч долларов будет. А вы сняли почем? Мы сняли по 2,700, двухбедрумные. Двухбедрумные это по... Мы на полгода вперед заплатили. Двухбедрумные это по российским меркам, трехкомнатной квартиры, мы сейчас находимся в зале, в этой квартире, тут две спальни и зал. 2,700, и вы заплатили за полгода, это получается сколько? Да там еще депозит дали, там еще риэлтору дали. Мы что-то, 19,600 что ли мы? Представляете, за 19,600 можно квартиру купить, а здесь за полгода аренды ушло единовременно 19,600? В общем, стоимость российской квартиры у нас бы ушло здесь на аренду на один год. За один год мы бы тут израсходовали всю российскую квартиру трехкомнатную. Продаем там и имеем возможность год арендовать. В общем, в России продаешь квартиру и здесь год спокойно живешь. А потом, я тебя еще опять просил, зарабатываешь на новую квартиру. Я понял. Какие у тебя были первые эмоции и мысли после того, как ты эмигрировал? Ты думал, что будет легко и как в итоге это получилось? Ну вот ты сошел с трапа самолета. Ладно, нет. Ну я тут пять раз уже в США был и всегда туристом. Туристом всегда лучше, конечно. Расскажи, в каких штатах ты был туристом? Туристом я был в Лас-Вегасе и в Майами и все. В Лос-Анджелесе? А, в Лос-Анджелесе. И в Нью-Йорке. А потом ты приехал сюда на постоянку уже вот год назад? Да. Вот это же отличается от того, что ты приезжал туристом? Отличается эмоционально или материально? Что дешевле, приехать туристом или приехать мигрантом? Дело в том, что туристы каюты очень хорошие, как в пятизвездочном отеле. В отелях тоже хорошие номера. А когда начинаешь тут жилье снимать для себя, для жизни, тут очень некачественное жилье. Ни в какое сравнение с российским жильем не подходит. Здесь и тараканы могут быть в квартире, и старое жилье может быть. И подвале. Ну у нас новый, но я говорю про... Про мой дом. Про абсолютное большинство. Новых домов очень мало. В общем, этот дом, я не знаю, ему на вид лет 10, да, наверное, максимум? Не. Поскольку? Мы в этой квартире, мы первые жильцы. А, это только построенный дом? Тут еще побелки, тут... Мы строительные, это, пыль убирали. Этому дому 2 года, и он, ну, он не такой большой, в котором живу я. То есть он мой домиквартирный, но он всего 4-этажный, и он маленький частный дом, получается. А я живу в огромном билдинге, который был построен до войны, там, в 32-м году. И вы понимаете, что до войны, ну, какое там качество и состояние дома. Хорошо. Ну, ты не ответил мне на вопрос, ты думал, что будет легко эмигрировать, и как оно в итоге получилось, было легко или нет? Вот именно... Эмигрировать легко, но здесь все тяжело начинается у всех. У всех знакомых, у кого спрашивал, у всех первый год был самый тяжелый. То есть принести свое, как бы, свое тело в Америку просто, собрать все документы, деньги, квартиры продать просто, а тут вот уже обустроился. Здесь, когда только приезжаешь, здесь нас встречает только самая низкооплачиваемая, тяжелая, грязная работа. Дальнобойщикам нельзя сразу встать по приезду, поэтому об этом мы чуть попозже поговорим. В общем, первое время очень тяжело было. Ну, неприятно там... В каком плане тяжело? Именно в моральном, таком, ну, не физическом, а в моральном. Вот ты имел в России квартиру, бизнес, в общем, крепко стояла на ногах. Каково это начать все с чистого листа в 55 лет? Ну, я бы не уехал, а ты честно. Чем старше, тем возраст старше, тем тяжелее. И менять место жительства, и работу менять, и учиться чему-нибудь, это все сложнее. Поэтому лучше молодым переезжать. Поэтому я когда переезжал, у меня было 21, и у меня не было ничего. Ни детей, ни квартиры, ни машины, там вообще, ну, ни бизнеса, ни работы, ничего не было. Я просто купил билет и уехал. И если бы я был на твоем месте, да фига с два, я бы что-то там продал, перевернул бы все на голову и поехал бы. Ну, как это, нормально, перенес это? Я? Да. Ну, мы еще не совсем встали на ноги. Один год тяжелый прошел. Нет, первый год прошел, и ты уже, наверное, замечаешь, что у мамы там на работе более-менее. Ты получил свои силы, это уже, это уже, как бы, полученный сидел. Это дорога протоптанная, там уже ничего дальше думать не надо. Просто едешь, и, как бы, оно все потихонечку будет нормально. Я к тому это спросил, потому что многие люди, которые имели какой-то статус там, какие-то доктора, там, профессора, бизнесмены, они сюда приезжают и не могут пережить вот это вот, как бы, понижение на несколько уровней в социальном статусе, когда там какие-то только самые плохие работы можно делать из-за того, что там нет английского или документов. Ну, как ты вот это перенесла? Ну, самый тяжелый вопрос, это язык. Если знаешь язык, сразу появляется много работ, где легче работать и больше получаешь. Поэтому, те, кто хочет переехать, совет, учите язык. Какой язык надо знать, чтобы жить на Братине? Набрать-то не везде по-русски, говорят, но все равно английский, если знаешь, все равно оплата выше у тебя будет. Да, потому что, зная английский, ты сможешь работать не в подсобных помещениях, да, а где-то в наружу. Зная язык, ты будешь работать с людьми, а это обычно легче работать, чем на складах, там на кухне или на стройке. Так, хорошо. Вот этот вопрос мы уже только что ответили. У меня был вопрос про то, почему сложно в первый год, ты уже ответил из-за языка. А что насчет документов? Каково было вот год, вот полгода или года, а год, по-моему, человек приезжий остается без документов. Вот, ты сказал, что сложно с языком, а есть ли какие-нибудь сложности с документами? Вообще, набрать они работодателя, как они себя ведут по поводу документов? Если идешь на низкооплачиваемую работу, никому твои документы не нужны. Они согласны любого взять, кто будет пахать с утра до вечера. А если идешь в нормальные места, где... Более-менее платят, да? В общем, более-менее крупные фирмы, они не берут без документов. То есть, грубо говоря, подытожу вот этот вопрос, если ты хочешь, если ты приезжаешь в Нью-Йорк, да, будем говорить про Нью-Йорк, потому что мы в других местах не эмигрировали. Если ты приезжаешь в Нью-Йорк, то за документы вообще можно не переживать, правильно? Да, нигде не проверяют, ничего... Тут никаких облав нету, полиция тебя документы не спрашивает. Мало того, что документов нет, еще страховку бесплатную дают, которую обычные американцы, и у них и нету такой страховки, как у тех, кто вообще ничего не заработал. На счет документов вы можете не переживать вообще, я даже больше скажу, что папа не сказал. Некоторые места позволяют открыть корпорацию и работать на корпорацию, получать чек на корпорацию. То есть, это полулегальный метод работать легально, потому что вы, как нелегал, имеете право открыть корпорацию, а корпорация имеет право получать чеки. То есть, все это откатано, в Нью-Йорке каждый второй нелегал делает именно так. Так еще можно и бизнес купить. Можно купить бизнес, да. Но это тоже самое. Но это очень дорого будет. То же самое, что открыть корпорацию, только уже купить готовый бизнес, это то же самое, что открыть корпорацию. Вы имеете право без документов иметь бизнес, вести его, и вы не имеете права только работать в этом бизнесе. Законно не имеете права работать, а на самом деле все работают, покупают бизнес и сами работают. Все, хорошо, это обсудили. Вот скажи, за этот год ты работал где-либо, и если работал, все это были из-за работы, и почему там, что было и как? Вот прям подряд, все попытки, все любые работы, которые ты провел. Пару дней на стройке поработал, но мне там не заплатили. Кинули сразу. Больше я туда не ходил. Потом пошел спиртоводочный магазин, огромный. Мне кажется, самый большой он тут в Бруклине и вообще я нигде не видел таких крупных магазинов. Алкоголь на прилавок выставляли, там грузчик. В общем, складской рабочий. Да, складской рабочий. 12 часов в день. Сколько платили? 12 долларов в час платили. Кэшем, да? Да. Ни налогов, ничего там не надо было. Там у всех все кэшем. Оплата была. И оплачивали по... И работа, она не тяжелая была, но за 12 часов даже на легкой работе устаешь. Это тяжело 12 часов. Просто на ногах от этого, да? Да. Хорошо, это была следующая работа или это последняя работа? Нет, потом в цех по производству лестница пошел. Там было намного легче работа. Там я 10 часов в день работал, но на самом деле из этих 10 только 3-4 часа работали. Но там и зарплата была маленькая. Сколько платили? Там было 120 долларов в день. То есть там даже не почасовая? А в принципе то же самое выходит, что там просто много часов было, а тут мало. Короче, там просто помогал строить лестницы. Лестницы имеете в виду домашние? Домашние лестницы. С первой этажа на второй. Частные дома, деревянные лестницы делали мы. Но я не делал. Ты кем был там? Хелпером? Да. Помощным? Хелпер, помогал. И как нормально в физическом плане? Подай инструмент, разгрузи машину, с инструментом принеси. Ну в общем нормальная работа была. В физическом плане это было легче? Да, в физическом плане легче. По его причине ушел? Ушел, потому что там до меня работал один казах молодой, а я и не знал. Он уехал на три месяца в Казахстан, и потом когда вернулись, когда он вернулся, вот этот администратор его обратно взял. То есть зачем ему взрослый, если молодой, который уже тут работал, все опытный? Короче, вот это наш следующий вопрос. Вот, чувствовал ли ты, что ни одна работа не подходит под твой возраст? Или в твоем возрасте можно? Я просто схожу по-брать, но я вижу, что вроде есть люди твоего возраста, даже старше, которые работают в каких-то местах. Ну, то ли в аптеке, где-то охранникам, либо... Ну, вот такие места тут и работают. Через едины. Такие работы не очень хорошие, но как ты считаешь, на такой работе, на которой они работают, вообще реально прокормили? Да, просто там где-то грязные работы, вот так. Если до 45 лет, то легко везде берут, а если возраст большой, то... Просто там, где лестницу делали, там смешная ситуация была. Одному было... Шефу было 65, одному было 67, одному было 72 года. То есть ты там самый молодой был? То есть я там самый молодой был? Да, он был самый молодой. Вот. А так, вот я звонил на разбор машины, когда, говорит, 45 лет, говорит, тут... Ну, разбор машины, это даже для меня сложно, я узнавал. Здоровья не хватит, если старше 45 лет. Там, во-первых, работа на улице. Как на улице, он говорит, в боксах все работает. Ну, значит, это крутая какая-то разборка. Обычно у них джанк-ярды такие, поля с машинами. Просто там план есть. Одну машину надо за два дня разобрать. Все, есть. Я думаю, ты сейчас каждые два часа. Нет, одну машину, план, за два дня надо разобрать. Ладно. А там ржавая, ничего не откручивается. Иди попробуй, разберу. В общем, как ты дошел до того, что ты решил пойти сдавать насидел? Почему тебе ни одна работа не понравилась? Ты, в принципе, не любишь работать на кого-то? Или тебе не нравились и работы, которые тебе попадались? Или на которые ты был, как бы, допущен? Я так... Я пришел к выводу, что сидя за рулем грузовика, трака, меньше энергии тратишь и больше денег получаешь. Только из-за этого. Я понял, что на остальных работах очень много сил уходит, а оплаты мало. Ну, в общем, на тракте больше зарплаты при меньших усилиях. Это ты когда понял? Потому что, когда ты приезжал на Мерит, я помню, я тебя спрашивал, пойдешь ли ты на тракт и сказал нет. Еще так уверенно. Так я, может, сказал нет, потому что невозможно сесть за тракт. Ну, сдать. Ты же сдал. Ну, я сдал, но я готовился. Я полгода готовил. Так, Лата, ты сдал на Сидиел. Давай коротко, для этого видео будет коротко про Сидиел. Сложно, несложно ли это было? Без развернутого ответа, развернутое видео. Без развернутого ответа, я когда первый раз посмотрел, как надо получать, сидел лайсенс, я был уверен, что я не смогу. Потому что все на английском, Pre-3 Inspection на английском, Test Drive. Все на английском. Тоже на английском. Там ничего на русском нету вообще. Все на английском. В общем, все на английском, я думаю, нет, это нереально. Но это в следующем видео я расскажу, что все реально, как это легко сделать. Так, хорошо. Быстренько, как долго заняло обучение и сколько оно стоило тебе по итогу? Я имею в виду, долго заняло обучение от момента получения пермита. То ли полтора, то ли за два месяца. Да. Я все сделал, ушло две с половиной тысячи долларов. Основная сумма денег ушла на то, что я пять раз давал тест-драйк. То есть у тебя на экзамены больше денег ушло, чем на уроки. А вообще это надо как раз таки рассказать. Представляете, какая глупая ситуация получается, что когда я учился, я брал много уроков, я делал 12 уроков, пошел один раз на экзамен и сдал. Когда учился отец, два с половиной года спустя меня, настолько много дальнобойщиков, желающих поучить, сидел, что все автошколы перегружены. И он просто не мог воткнуться там, не мог взять урок. Из-за этого он… А экзамен он много, там свободных местных экзаменов было много, а на уроке мало. Поэтому вместо того, чтобы брать уроки, брал экзамены и учился прямо на экзаменах. Я шесть уроков взял, не сдал. Потом говорю, дайте еще уроки. Говорит, уроки через месяц есть только. Ну, два урока еще дадим. Два урока дают, я опять не сдал экзамен. Ну, в общем, не мог сдать только из-за того, что уроков не мог взять. Представляете, какая ситуация, очень прикольно, что все просто ринулись в эту сферу, сейчас русские дальнобойщики. Так, и идем дальше. А давай поговорим о твоих планах. Хочешь ли ты работать в траковом бизнесе на кого-то или планируешь свой трак покупать? Конечно, не планирую. Ты так же не планировал на тракте? Трак не планирую. Всю жизнь на тракте работать не планирую. Никто не планирует, просто так получается. Сколько я смотрю всех тракистов, все говорят, вот заработаю денег на что-нибудь, там, не знаю, на квартиру, на бизнес. И хоть один сбежал слово. В общем, не планирую я. А ты хочешь быстро войти, заработать, выйти? Ну, не знаю, ну, максимум пять лет. Ну, за пять лет можно и на своем тракте. Чего? Пять лет трак как раз купил, поиспользовал и продал. Ну, пока я еще на чужом тракте не работаю. Ну, новый трак, конечно, стоит дорого, 200 тысяч долларов. А старый ты видел, как бывает на дороге? В общем, не планирую я, не... Хорошо. Давайте теперь поговорим о странах. Что ты думаешь? А в Америке и России. Ну, так, в общем. Вот скажи, Америка такая-то, такая-то, а Россия вот такая-такая. Только без... Без политики. Честно. Да. Не, я просто хочу... В России жить лучше. Там все на расслабоне. Никто не за что... Деган, привет! Никто не за что не переживает. Пришло лето, все поехали на дачи, все, три месяца все там на речках отдыхают, загорают, шашлыки делают, водку пьют. А здесь люди с утра до вечера каждый день работают. Вот, вот все отличия. То есть, люди, которые сидят сейчас с той стороны экрана и мечтают попасть в Америку и думают... Ну, мы уже жили в Саратове, как только лето приходило, все, все палатки, малатки на острова. Шашлык, маршлык. Шашлык, рыбу ловят, все. Ну, лето не длинное там было, три месяца. Ну, вот за три месяца они, наверное, полтора месяца точно выходных у них. А здесь тупо работают независимо от сезона, да? А здесь работают от зари до зари. От темно до темно. И даже не могут встретиться на выходных. У одного один день выходного, у другого. Там в России в любой день кого-то пригласишь, все всегда могут. Нету такого, ой, у меня работа там. В субботу с субботу вообще все свободны, да, всегда? Да, всегда все свободны. Еще такого не было, чтобы какой-нибудь день рождения, а я не могу, я на работе. Ну, если болеет, только не может. А здесь всегда так? Ну, то есть здесь восемь человек? Я могу сказать, чем отличается Нью-Йорк от России. Да, давай так, потому что ты живешь в Нью-Йорке. Да и... У меня такое ощущение, что в Нью-Йорке любой бизнес открываешь, любой, не знаю, это там, Пирожкова или Пратчи, или Ландромат. И он вас требует. И он любой бизнес попрет. А в России сейчас любой бизнес открываешь, любой, и он точно не попрет. Это ты сейчас про Саратов говоришь или про Россию? Нет, про всю Россию. А Москву, да? А там тоже любой бизнес. Уже все занято. Я просто не знаю. Там уже все занято, все крупные игроки, там мелко откроешь, у тебя клиентов нету, разоришься. А здесь ты клиентов нету, любое открываешь, любое. В Ютубе смотришь, там, не знаю, этих мастеров нанял. Или приехала девушка-уборщица и работала в клинике. Через шесть месяцев уже сама открыла фирмы и сама нанимает людей. В общем, любой бизнес тут. Вот это главное отличие. Не Америки, а Нью-Йорка. Может быть, и в Америке все так. Хотя мы по дороге ехали, везде работников не хватает. Кафе остановились, кафе закрыто, нету работников написано. Некому работать. Какие-то еще есть, может быть, есть. Для меня вот это самое интересное, что здесь любой бизнес. Ну, чтобы любой бизнес открыть, надо в этом бизнесе работать. То есть, я не знаю, если ты салон красоты открываешь, то ты хотя бы что-то должен уметь делать. Сначала надо плитку научиться ловить, потом... В общем, ты хочешь сказать, что здесь не хватает... Здесь все не хватает вообще, все специалистов, услуг... Все не хватает, потому что рабочей силы вообще не хватает нигде. Все на траках, господа. Работать некому. Кто-то на пособиях дома сидит, кто-то на траках работает. Везде, на каждом заведении написано требуются работники. Короче, с ума сойдете. Ладно, идем дальше. Следующий вопрос был, какие видишь плюсы там и тут. Ты, по-моему, два назвал. У меня надо три назвать, то есть еще один плюс. Здесь и там, в России. Там тоже какие-то плюсы есть? Я смотрю, ты хорошо российский плюс и обозначаешь. Давай вот так, в Америке легко открыть бизнес, это плюс. В России все на расслабоне, на чиле, это плюс. Еще надо плюс. Где? В Америке плюсы? Там, там. Какой ты думаешь, есть в России еще плюс? Вряд ли там только один плюс и все на чиле. Там? Ну, там везде можно взятку дать и тебя и в больницу положат, и... Ты что, сейчас плюс? А, в больницу положат? Нет, в больницу, да. В больницу это плюс. Ну, любое дело можно ускорить. В моменте все долго. Ну, вот ты, ты уже горка авторизайшн не можешь получить полгода. Ты не можешь этот процесс ускорить. Я понял. А там, в России, можно любой процесс ускорить. Хорошо. Что еще там хорошего? Последнее, в принципе, ты уже два года пробовал. Нет, там в России что хорошее, что у каждого свое жилье есть. Я не знаю, мне тут не нравится, что жилье тут... Сколько процентов людей имеют жилье тут? 80% в арене. 80% в арене. Ну, это в Нью-Йорке, я не знаю, там по всей Америке 80% в арене жилет. Вот это мне очень не нравится. То есть ты хочешь сказать, что в России... Мало того, что дорогое жилье, да оно еще такое плохое. Вот что самое хорошее там. В России дома... Дешевые? Дома лучше. Лучше. Сами дома. Да. Советские панельные. Да и даже эти советские панельные лучше, чем здесь вот из картона, из гипсокартона эти коробки. Да. То есть ты хочешь сказать, что в России даже не самые богатые средние люди, и даже, может быть, ниже среднего, живут в своем жилье, имеют свою квартиру, там, либо от родителей, оставшихся... Сами заработали, либо ипотеку, да? А по какой причине здесь такого нет? Может быть, люди здесь не хотят иметь свое жилье? Не то, чтобы не могут. Деньги-то есть? А я не знаю. Тут ипотека стоит ровно столько же, сколько и аренды квартиры. То есть если ты живешь в 1Б2 квартире за полторы тысячи долларов, ты можешь ее взять в ипотеку и платить даже дешевле. Но разница лишь в том, что смысл от этого не меняется, владеешь ты квартирой или нет. Налоги, обслуживание и коммуналка будет тебе выходить плюс-минус столько же, и нет никакого смысла иметь свое жилье, потому что ты не сэкономишь на этом. Единственное, на чем ты зарабатываешь иметь свое жилье, это на том, что в течение 30 лет квартира вырастет 5 раз в цене, и вот это единственный твой заработок. А так все сжирается налогами, обслуживаниями, вывоз мусора, вода, все такое. Поэтому тут 8% живет в аренде. 80. Так, давай дальше. Это мы с тобой говорили про плюсы. Да? Да. А в Америке какие плюсы есть? Вот ты сказал, в Америке минус, что... Ну ладно, понял про плюсы. Давай в России минусы какие-то видишь. Ты сказал уже про то, что бизнес там не идет. Что там еще есть? Два минуса еще в России. Россия очень богатая страна. Просто все богатства забрало там, я не знаю, я забыл сколько там. 500 россиян владеет 40% богатства России. Мне вот это не нравится. В общем, неравномерно распределенный ресурс. Мне кажется, в Америке тоже так. Если бы они не захапали все в свои руки. То населению больше бы досталось. То есть ты имеешь в виду, что не просто так, чтобы тебе дали что-то. А то, что если вот среди того, что осталось, можно было бы крутиться и зарабатывать, да? Ты про это думаешь? Ну, да. Они зарабатывают и увозят деньги. Я, кстати, сюда же в Америку и увозят. Я, кстати, вчера открыл рейтинг по выводу средств из России. Я думал, что на первом месте будет стоять Узбекистан. Ну, типа отправляют. Куда больше всего отправляют денег из России? Угадай. Вот до прошлого года куда больше всего из России денег было отправлено. В какую страну? Что, в Америку? Не, Америка на четвертом месте. На первом месте Швейцария. Ааа. На втором Узбекистан, на третьем Таджикистан, на четвертом США. Вряд ли, да, эмигранты из США приезжают в Россию и потом своими семьями отправляют деньги в Америку. Ладно, давай, все, дальше идем. Что насчет английского языка? Знаешь ли ты его? Испытываешь ли ты дискомфорт при жизни на брайдинге без языка? Ну, на этот вопрос отвечал. Просто расскажи, какой твой уровень английского был, когда ты приехал и какой он сейчас? Что-то изменилось? Ну, у меня в школе был английский. Пятерка была. Шрам пятерка. Да. Я обходил на уроки. Пять с плюсом было. Приехал сюда. Здесь это оценивается где-то три с минусом. Ну, короче, какой-то был. Все-таки разговаривать не мог, но я много слов знаю. То есть у тебя словарный запас по-любому был больше, чем у меня? Потому что когда я приехал, вот честно слово, я кроме Hello не знал ничего, а он может переводить, читать. В общем, словарный запас есть, у меня нету практики. Ну, ты хоть чуть-чуть. И если чуть-чуть начну говорить, то дело пойдет, я так подозреваю. Ты хоть чуть-чуть понимаешь, когда тебе что-то говорят на улице? Хотя бы плюс-минус, что они хотят от тебя? Вот дело в том, что на слух я плохо понимаю. Вот в чем дело. Мне что-нибудь объяснить, сказать мне легче, чем понять, что мне говорят. Не расстраивайся, когда я приехал, у меня было то же самое. Я не понимал ничего, но я говорил, я не понимаю. Я повторял, переделывал, я не понимаю. Третий раз изменяю, повторяю, понимаю. И вот потом потихонечку, чем чаще тебя начнут понимать, и там ты начнешь понимать, как было правильно словить слова в предложении. Просто сейчас живем в районе, где все по-русски. На Брайтоне. В магазинах все по-русски, да? Да, поэтому не напрягаешься. В общем, будешь напрягаться, научишься. Вот если сравнить твой английский с маминой, например, он у тебя на сколько лучше? В 50 раз лучше. Короче говоря, если вы знаете английский на уровне советской школы, на 5 с плюсом, то этого не достаточно, чтобы говорить. Но это все равно хорошая база, чтобы научиться. Да, чтобы научиться. Потому что если вы вообще ничего не знаете, вот прям моя бабушка, она только немецкий изучала в школе, она, конечно, ей намного сложнее. Я изучал английский, но я уже рассказывал в своих видео, я туда не ходил на уроки, поэтому у меня была четкая четверка, но я туда ни разу не появлялся. Так, идем дальше. Давай поговорим о квартире. Сложно ли было ее снять и как вы ее нашли? Ну, мы приехали в пандемию, очень маленький спрос на жилье был. И поэтому нам не тяжело было снять квартиру. То есть выбор был? Да. А сейчас уже, я чувствую, сложнее будет. Просто когда приехал я, вообще разговора не было. 5 лет назад разговора не было о том, чтобы кто-то приехал без документов и сразу снял квартиру. Я снимал комнату около полутора лет, и все, кто тогда приезжал, начинали с комнат. А вот мои родители приехали в пандемию и сразу попали в квартиру. Не знаю, с чем это связано. Может быть, время? Не было. Людей не было, очень много людей уехало из Нью-Йорка. Да. Вот именно в пандемию лендлорды в Нью-Йорке начали сдавать кому угодно, но надо было заплатить за полгода, за 6 месяцев наперед. Да, это у нас за 6 месяцев, могли за год вперед, могли не дать квартиру. Вы нашли через риэлтора ее? Да. Какими сервисами вы подвались при поиске, чем, какими сайтами, телеграм-каналами, как вы нашли? Я не знаю, он в телеграме или в фейсбуке нашел риэлтора. Это вы нашли еще из России? Да. Мы там нашли, и эта квартира, пока приехали сюда, она до сих пор была свободна. То есть... То есть вы ее еще там нашли? И вы, по-моему, оттуда даже звонили? Да, да, неделю или две недели ее так и не сдали. И потом вы приехали, пришли, посмотрели и все, и заехали. Без риэлтора тут снять, я бы сказал, невозможно, но бывают какие-то варианты. Но никто не хочет без риэлтора сдавать, никому не охота эти договора, этот печаток там. И плюс просто искать, где-то ждать, что-то куда-то размещать объявления. Я вот сколько квартир снимал, всегда с риэлтором. Только комнаты я снимал сам, а вот все квартиры, я уже три квартиры поменял, все было с риэлтором. А сейчас все более-менее стабильно, мама работает, ты сдал на права, и сейчас ты начинаешь потихонечку работать на траке. Я еще не начинаю. Ну, начинаешь, уже месяц проездил. Я месяц проездил, и еще всему не научился. Ну, ведь не надо, надо потихонечку. Ты планируешь ли ты здесь оставаться навсегда, или не исключая, что можешь вернуться обратно? Ну, мы когда в России жили, мы никогда не планировали, что сюда приедем. А когда в Узбекистане жили, тоже не планировали, что в Россию поедем. Поэтому я сейчас не могу сказать, что да, тут навсегда. Мы куда бы ни ехали, везде думали навсегда, а в итоге все равно переезжали. Небольшую ремарочку внесу про Узбекистан. Он говорит, это было очень давно, потому что мы 20 лет прожили в Саратии. Я в Саратии вырос. Вот, поэтому это прошлый, позапрошлой жизни. Тут уже тайм быстро меняет. Но ты родился в Узбекистане. Но я же его не видел ни разу. Не помню. Потому что я... Не помню. Я был слишком мал, чтобы... А сейчас здесь на Брайтоне у нас этот маленький Узбекистан. Ну, да, тут очень много выходцев из Узбекистана. Ну, и из Грузии, и из Одессы. Поэтому здесь такой мини-винегрет. Ладно, едем дальше. В общем, возвращаться ты не планируешь, но как оно там получится, никому неизвестно. А бывало ли такое, что ты хотел все бросить и уехать обратно в Россию вот этот год? Если да, то... У меня не было, но очень много знакомых у кого было. Были такие, которые в первый год билеты покупали, в последнюю минуту... Не уезжали? В последнюю минуту не уезжали. Ну, в общем, первый год все хотят уехать. И я не знаю почему, когда приезжают уже не в молодом возрасте, почему-то мужики всегда тяжелее работу находят, чем женщины. Дискриминация. У женщин просто работают или... Я просто очень много знаю, что приехали там... Мужик полгода, год не работал там. Да. Я поэтому всем говорю, что парням молодым еще окей. На любую работу пошел, где надо пахать. А в возрасте это только кроме трактов, других профессий не остается. Такие еще есть места, где можно зарабатывать не горбом, а чем-то другим. Поэтому ты на правильном пути. Как думаешь, получилось ли у вас интегрироваться в эту среду, или она чужеродна для вас? И вообще надо ли встраиваться в американскую систему и ассимилироваться, вот так правильно сказать? Хочешь ли ты стать американцем? Ну, я не ассимилировался и чувствую, в моем возрасте это я и не ассимилируюсь тут. А ты думаешь, в моем возрасте это реально? Да. А думаешь, стоит ли вообще желать ассимилироваться в американском обществе? Или тут все же лучше жить так вот, как-то обособленно, быть русской душой в Америке? Тут если ассимилируешься, то тебе самому станет легче жить. Поэтому лучше, конечно, ассимилироваться. Просто взрослым людям это не получится. Тут вот живут адыситы, они уже 30 лет живут. Они не ассимилировались. И они даже этот, они отличаются от тех, кто сейчас приезжает. У них у всех мышление Советского Союза. А те, кто сейчас приезжает, уже такое современное мышление. Вот они тут застряли в своем мышлении от СССР. Потому что они уехали из той эпохи и в себе эпоху эту сохранили. А молодежь уже из Украины. Их много приехало, и поэтому они вот, они сейчас про Россию, про Украину думают, что там сейчас СССР. Они так и говорят, ты в Союзе давно был? Честно говоря, я вот работал с визитами, они так и говорят, я вот в Союзе. А нет, они вот возвращаются к друзьям, к семье, в Одессу ездят, вот сейчас, вот сейчас. И они говорят, вот я в Союзе была, хотя это уже Украина, как 30 лет. Так вот они до сих пор так и говорят. Ладно, идем дальше. А стоит ли вообще приезжать в США, особенно в твоем возрасте? Дай совет тем, кто собирается эмигрировать. Вот сейчас смотрят тебя твои сверстники, скажи, стоит ли ехать в Америку или нет? И если стоит, то по каким причинам? То есть, вот скажи, если вот из-за этого... В основном не стоит. Но если приперло, то лучше ехать. Приперло разное может быть там. Там давят на тебя, хотят посадить, я не знаю, или ты вообще там ничего не зарабатываешь вообще, и у тебя там ничего нет. В общем, если жизнь не сложилась, то стоит ехать. Существует мнение, что если ты там ничего не зарабатываешь, то и тут не будешь. Потому что если ты там не смог ничего достичь, ноль, вообще ничего... Ты можешь там достичь, и все можешь потерять, вот тогда у тебя ничего нету, и можешь ехать. Нет, ну это получается, ты чего-то делал, 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 потом тебе все отобрали, понятно, так все эмигрируют. А вот если человек вот просто, ну, закончил школу, потом какой-то политех, потом куда-то пошел работать, 15 тысяч в месяц, и ничего не получается всю жизнь. В общем... Вот как этот человек, он сможет здесь провернуться в Америку? Один умный человек сказал мне, если ты в России зарабатываешь 100 тысяч рублей в месяц, то не надо ехать в Америку. То есть полторы тысячи долларов в месяц хватит в России, чтобы... Если ты, говорит, зарабатываешь меньше 100, то тебе надо ехать. Это было про Москву или про Россию? Ну, он сказал про Россию, говорит, если в провинции 80 тысяч, а в Москве сказал 150, я так уж средне сказал 100. Если в Москве меньше, чем 150, то можно ехать. А так, если в Москве зарабатываешь больше, чем 150, то не стоит переезжать. Жизнь тут легче не будет. Поэтому, а 150 тысяч там, это нормальные деньги. Ну, и сравнивать российские деньги здесь невозможно, здесь их много, но они уходят. Не хотят оставаться, все уходят. А теперь вопрос не по списку, мне просто интересно. Вот давай вернемся на 10 лет назад, до крымское время, до майданское, до санкционное, когда доллар был по 30, сколько в тот период времени у тебя получалось зарабатывать, будучи... Ну, вот тогда, до крым-наша, я зарабатывал, как сейчас тут среднеамериканцы зарабатывают. В долларах, конечно. В долларах, да. То есть, в районе 5000 долларов ты зарабатывал в Саратах, живя в своей квартире, на обычной машине, не напрягая горб на какой-то работе. Ну, у меня, я работал и работал, и раз деньги скапливаются, не знаешь, что делать, ну, давай поедем там в Америку, посмотрим. Деньги скапливаются, ну, давай поедем в Таиланд. В общем, в год два раза ездили, чтобы деньги израсходовать. То есть, вот настолько, да, а потом, а потом получилось так, что, то есть, это я, к чему этот вопрос задал, я просто хочу донести до подписчиков одну простую мысль. В рублях, может быть, там и не было просадки в деньгах в России, но из-за скачка доллара получилось так, что люди, которые зарабатывали в Саратове, в жилях, в дешевом месте, все было дешево, продукты, машины, квартиры, ну, машины, ладно, нет, но жилье, например, его ничего там не стоило, зарабатывали столько же, сколько здесь, и то не все, 5000 долларов здесь банковские работники зарабатывают вместе с сестрой, то есть, это еще и журналисты надо получить, в основном все 3000 долларов зарабатывают, так, на левых работах, то есть, зарабатывая там 5000 долларов, можно было жить, как здесь, на 15, я думаю. Ну, в России 1000 долларов в месяц уходило без поездок, расходов в месяц, на еду, ЖКХ, бензин, там, то еще. Ты представляешь, здесь сколько уходило? Тысячу долларов уходило. А когда, давай, я скажу. А когда в 95-м году в Узбекистане жили, в месяц на все с едой уходило 50 долларов в месяц. То есть, Саратов это был скачок по цене, в верхней стороне 20 раз. А теперь здесь еще дороже. Я трачу в месяц, ну, если просто базовые взять вещи, просто совсем базовые, около 4000 долларов в месяц. Да ты чё. Хотя у меня квартира стоит 1600, понимаешь, у меня машина, штрафовка, то-сё, там, на одежду, на питание, на билы, и выходит, ну, пусть будет 3500, вот, прям вот совсем мало. А теперь представляешь, да, что вот здесь некоторые люди зарабатывают 3, а трачу я 3500. И я не могу сказать, что я как-то там очень много трачу, я живу в обычной квартире, езжу на обычной машине, то есть ничего такого. А в Саратове можно было тратить тысячу при зарплате 5. Вот всё, что я вам пытался донести, надеюсь, вы поняли. Идём дальше. По твоему опыту пребывания в Америке, скажи, чего людям не хватает в России, и почему все бегут оттуда-сюда, а не наоборот? Да я бы не сказал, что все бегут. Да волны миграции одна с другой. Увеличилась, но не все бегут. Обрисуй, обрисуй типичного, вот на данный момент типичного эмигранта из России, кто? В основном продвинутые бегут. Кто что-то умеет делать, там, я не знаю, программист, или там, или молодое здоровье много. Потому что в России реализовать себя сейчас очень тяжело, невозможно. Везде связи, надо быть из окружения, там, не знаю, Путина, там, кого. Вот тогда у тебя, ты будешь там на хорошем высокооплачиваемой работе. Вот поэтому бегают, потому что не могут реализовать себя. Причина одна. Ты хочешь сказать, что вся вот эта вот эмиграция, там, скажем, в 13-го года, это колбасная эмиграция? Или это не так называется? То есть бегут за хорошей жизнью, за лучшей жизнью, или бегут от... Ну, они там ничего не могут. Молодые заканчивают институты, и что? Никуда не продвинешься, ничего не докажешь никому. В общем, продвинуться невозможно. Ничего свое открыть невозможно. Я говорю, там, почти любое, что не придумаешь, это будет убыточно. Прогоришь на любой вещи. А здесь они видят, что за любую вещь возьмись, и везде деньги заработаешь. В общем, себя реализовать из-за этого едут. Я думаю, и такие, которые из-за Путина прям... Политически. Которые сильно на них давят, они убегают, их не так много. В основном едут, чтобы реализовать себя. Но политически тоже есть. Ну, есть, конечно. Так, и последнее. Если бы ты мог переиграть все, что было, и вернуть время назад, ты бы все равно сделаешь шаг и уехал в Америку. Вот вернись от себя на год назад, на момент, когда ты собираешься продать бизнес и квартиру. Не, уехал бы. То есть ты ни о чем не жалеешь, и готов повторить то же самое еще раз. Мы привыкли переезжать. Просто у меня друзья все говорили, как ты в другую страну, в другую... Говорят, я в другой город даже не рискну переезжать. Как это? Переезжаешь в другой город, уже стресс большой. Я вот этого никогда не понимал. А здесь в другую страну. Ну, бояться. Я просто не понимаю. Я бы нет, я привыкший к переезду. В чем стресс переезда в другой город, и в чем отличие от другой страны? Потому что в другую страну переезжая, ты попадаешь в хорошие условия, где можно как-то продвинуться, а в другом городе... Ну, первое время тяжело, зря ты здесь. Вы приехали, тут уже было много людей. Я когда приехал, у меня было никого, поэтому как-то... Мне что в Москву было приехать, что в Нью-Йорк, у меня что, какая разница? Тут все по-русски, то есть разница с Москвой небольшая. Но у нас легче, мы куда не переезжаем, везде есть свои люди, знакомые, там со школы, родственники, вид... Куда бы мы не переехали... Вот как может быть такое, что я переехал первым, и тут никого вообще не было, никаких моих одноклассников, они там где-то еще универы заканчивали, параллельников, они там только первые работы где-то находили. Никого, я вот приехал, никого, я с женой был. Приехали мои родители, бабушки, дедушки, у них тут полгорода старых, самаркандские знакомые, родственники, то есть сразу откуда-то берется, в Нью-Йорке у каждого человека, мне кажется, у каждого советского человека в Нью-Йорке какой-то один... Да я еще столько не общался, мне друзья говорят, у меня друг там, у меня этот там, говорит, дать тебе телефон, дать тебе телефон... Спасибо за ответ, и теперь быстренько подытожим, и я задаю вопрос, а ты должен выбрать только один вопрос. От ответа. Зона комфорта или неизвестность? Что такое зона комфорта? Ну, зона комфорта. Зона комфорта у нас там была, здесь нету зоны комфорта. Я спрашиваю, что ты выбираешь? Неизвестность? У нас зона же неизвестность. Ну, мы выбрали неизвестность. Гречка или гамбургер? И не то, и не другое. Не то, и не другое, хорошо, водка или виски? Водка. Россия или Америка? Америка. А давай так, американское гражданство, или смена режима в России? Дело в том, что за последние сто лет, сколько раз режимы менялись там, один хуже другого, и чем дальше, тем хуже. Я даже не знаю, вот если даже сменится режим, то он будет, мне кажется, еще хуже. Если просто логически смотреть, чем дальше, тем хуже, смена режима будет, опять будет, еще хуже. В общем, да. То есть ты выбираешь американское гражданство? Да мне и американское гражданство не хотелось. Если там смена режима, она нормальная, но это в мире никогда так не происходит, чтобы от тоталитаризма сразу демократия пришла. Это такое нету. Вон в Грузии, вон уже чуть ли не 10 лет никак не мог демократию сделать. А это в России, это в России большая страна, если там демократия придет, она еще лет 30 будет там буксовать. Да нет, в России это империя, надо с этого начинать. А в империи какая бы не пришла? В общем, я не вижу, не вижу в будущем, чтобы там когда-нибудь нормальное руководство было вообще. Ближайшие, я не знаю, 30-50 лет точно не будет. А Навальный? Навальный это единственный, кто... Мог. Кто противостоял. Остальных-то вообще даже не дают голову высунуть. Короче, этот выпуск не про политику. И последнее. Дай просто коротко на путь своим ровесникам, планирующим переезд. Скажи, поехали, не поехали, и на этом накачиваем. Не, если мои ровесники, у вас здесь нету детей, нету близких родственников, то я не советую переезжать. А если есть? Короче, есть кто-то, кто на первых парах может помочь? Ты про это? Да нет, вообще не на первых. Смысла нету здесь жить, если никого нет. А что, приедет, будет тут больше зарабатывать, больше расходовать, ну, через там 10-15 лет квартиру купит, а там наверняка уже жилье есть. Не, ровесникам не советую, молодым только. Только молодым. Ну, как молодым, я имею в виду молодых до 35 лет, там, ну, до 40, край. Понял. Ладно, ребят, с вами был Артур Ланвей и мой отец Самвел. Спасибо всем за просмотр, спасибо тебе за интервью. Все, ребят, теперь конкурс. Так, ребят, ну, а вот, собственно говоря, и конкурс. Два вот этих замечательных номерных знака, Нью-Йоркская полиция и открытка в стиле номерного знака из Нью-Йорка, отправятся победителям в двух роликах. В ролике с интервью с отцом и в ролике про то, как отец получал сидел. От вас требуется лишь распространять, распространять, скидывать друзьям, лайки, комментарии. В общем, победителя будем определять по обязательно подписке, лайку и комментарию. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас, тыкайте колокольчик. Это добавит кармы в вашу удачу. Поэтому надеюсь, что победители будут довольны. Отправлю это в Россию сразу же, как выясним, кто из вас выиграл. Такие, ребята, дела у нас. Лайк, подписка, комментарий. Розыгрыш будет приблизительно через 3-4 видоса. Но я объявлю обязательно. Поэтому делайте и выигрывайте. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова